приветствую вас россия на грани экономического коллапса это не я сказал глава центробанка набиулевна не она не сказала про коллапс конечно бедная женщина честное слово знаете какая проблема она все знает а сказать не может вы обратили внимание что в последнее время когда вот она выступать нет ну что вы правильно если хотите на сайте центробанка российской федерации есть ее как бы последнее там видео и напечатано мать как хотите вы обратились как но она начала вставлять таких как бы словечек ну понимаете с точки зрения здравой логики надо было сказать рубль в следующем году обвалится ну понятно все ожидается турбулентность которая может негативно повлиять на общее состояние экономической сегрегации и так дальше не немножко конечно так ну а я очень много вставляет новый словечек я понимаю почему ну ну понимаете вот когда вот эти словечки турбулентность точнее в не турбулентность ну и она конечно не сказала что коллапс то нет это я уже так сказать девушка ее перефразировал он сказал что ближайшие три года будут напряженные не тяжелые вот хотел сказать тяжелые напряженные для экономики российской федерации можно понять но не может не может сказать правду убьет прямо по словам по этой причине она правду знает и сейчас немножко объясню почему она как бы выступала смотрите центрбанк делает всегда прогноз как правило три года вообще-то был как-то на 5 ну ладно дело такое можно можно опять то делать такой прогноз пересматривается что вы немножко правильно поняли я знаю что вы их не читать и украины россии и других стран это интересно мне не интересует выступление сразу говорю я так мельком меня больше интересует таблички почему особенно причем таблички там где приложение а там понимаете там очень много интересной информации их мало кто смотрит и поэтому интерес но и какая ситуация действительно ну если бы задали вопрос набиулевной санкции как хорошо санкции не действует но не может на правду сказать не может пути же сказал что санкции не действует но как она скажет действует но по табличкам хана не ну честно слой мать и чтоб произошло и происходит вот это вот турбулентность курс красиво ты просто это не потому что там плохая набиулевная знаешь там плохие какие-то там олигархи кто-то по спекулянты все планы не это то что пробили дно экономики российской федерации я щас немножко объясню смотри раньше экономика российской федерации но она ориентированно живет за нефти за счет нефтедоллар и она действительно довольно сильно была интегрирована с экономикой евросоюза и действительно благодаря тому что получил поступал поток валюты ну благодаря этому экономика россии не развалилась есть так попросту не серьезно по той просто причине вот вот эти 200 миллиардов долларов которые получала вал 220-240 которые получала россия за счет экспорта нефти в общем-то прикрывали все хотелки которые можно в россии а сейчас это все накрыл она даже получилась какая ситуация что с формальной точки линии считает долларах а там долларов нет там китайский юан но проблема возникла следующая связи с тем что сейчас европу немножко поставляет но меньше 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 и вот тоже ситуация прогноз когда делается на нас прогнозирует а какая какие объемы поставки нефти продукта будет там через год через два прогнозы вы же не можете вы делаете прогноз на три года и говорите ну вот через дни вот какие будут поставки нефти продуктов сколько россия продаст нефтепродуктов 2200 может наш прогнозе на табличке догадаешься что это в эти ситуации прогноз это прогноз но когда прогноз делают старается учитывать факт что есть и как она может изменяться но с точки зрения здравой логики изменения все происходят но поэтапно мнение можно сделать прогноз летающие тарелки прилетят это все можно а если вы делаете нормальный то вы учитываете что происходит в мире как происходит как может меняться то есть прогноз реалистично и понятное дело что прогноз предполагает как до продажа нефти упал почему не посчитали что в 2026 году продажа нефти в россии будет такая же как до войны это можно только пофантазировать не я понимаю что на какой фантазии если вас идет падение и санкции а война закончится поражением россии но если россию поражением да спорить не будет майте санкции не отменят не отменят до тех пор пока не уничтожит путинской россии неужели это непонятно тем более это даже по моему путин а эти прогнозируют что их отменят то есть получается заведомо искаженная информация потом смотрите понятно что россия же она не одна в мире есть другие страны и действительно как делается еще прогноз хорошо если раньше там европа россия сейчас вы знаете главный торговый партнер россии китай соответственно делаю вывод если экономика китая растет ну соответственно россия продает китае и тоже хорошо также надо как рассчитать какая как вырастет экономика китая и он подтянет экономику россии логично но и как мы зла и движемся и принципе да так он и делается но как можно было запрогнозировать что экономика китая будет расти 12 14 процентов в год ну ребят мы прекращаем да когда-то это будет а действительно когда-то экономика китая росла больше 10 но уже давно не растет и в китае даже самые там оптимисты не предполагают что экономика китая может так сильно расти самый оптимист наоборот сейчас китай обсуждают как бы не было рецессии регрессии потому что понимаете что произошло когда китай растет на слабо то есть каждый прогноз они прогнозируют рост больше он меньше какие 12 процентов где но я понимаю почему они это сделать потому что когда они пересчитали подростки 3 процента мало ну воно же взаимосвязано они не надо как-то так сделать чтобы у нас был рост давайте китай 12 и в нас рост юморист ну и смотри какая ситуация табличка который на сайте центробанка российской федерации падение ранее ходу населения российской федерации но понятное дело что на бюро говорит да нет надо будет чтобы население собралась подумала концентрировалась да да и предприняла меры для то чтобы нейтрализовать негативные последствия возможного падения реальных доходов населения красиво звучит черт возьмя учитесь ва вот как сказала так ни черта не понятно но зато красиво не смотрите почему падение вы сказать постойте ну зарплата да зарплата военным растет и все хорошо инфляция понимаете какая ситуация на обыдно не могла это сказать по табличкам другим правда сейчас россию заваливать пустыми рублями на армию не хватает денег катастрофичных по этой причине просто что называется печатают рубли чтобы как-то профинансировать армию если так по простому да понятно что официально никто не печатает все хорошо все добря ну кто ж вам скажет что в россии хана нет конечно путин сказал все хорошо но что значит печатает значит получается как много пустых денег а товара больше не стоит как результат растут цены причем они растут ну как бы такой знаете неожиданно и не предвзято там путин сколько угодно может призвать я понимаю что там сейчас нашли крайних спекулянта неплохие на чушь вот сейчас мы найдем спекулянтов за лодку возьмем и что спекулянты просто вы же понимаете что наверно происходно видит что творится ну с количеством денег с количеством рублей в россии она это происходно видит наличным безналичным и она видит что катастрофично увеличивается и то и другое катастрофично в принципе но растет но если она растет там за год если 12 процентов нормально когда она за месяц растет 10-12 процентов но это это уже а сейчас он так и есть потому что вы же понимаете что происходит дефицит ну что значит дефицит федеральный бюджет это армии но вы же понимаете что ну не не может там пути сказать знаете все армии денег не дает это же нереально варить в армию первую очередь влезь баба ж нету ну да да напечатали заплатили тем же военным все 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 работает да но это ребята по этой причине да почему что идет обесценивание рубля почему и от реальные доход звучит правда красиво ран доходит им минус инфляция минус цены минус то есть обесценивание она это видит хорошо и расчеты показывают обесценивание рубля бессы катастрофично бессы и она происходно понимает что в ближайшие год но она заявила что в ближайшие три года будет тяжело но надо же но народ россии соберется там постарается приживет но она не хотя по табличкам там ну в общем то не просто тяжело так сказать хорошо по ней она и так красиво скажу ну может быть около двух процентов да не двух там по вашим табличкам около пяти шести падения районных доходов такая ситуация по табличкам больше ну ладно не увидел бывает по той причине что происходит я просто да я долларам не доверяю я рубля то нет проблем а рублей что просто рубль обесценивается такой война обесценивает рубль вообще что вы правильно поняли время войны день сильно обесценивается может вы слышали что в 1949 году сталин провел денежный рефор вальт почему за войны во время войны тоже ну делал делал очень большую эмиссию очень много конечно денег на печатать война и после войны что вообще в ссср была карточная система так дальше но в каком-то этапе уже было понятно что-то делать отменять карточки но даже серые счеты показывали нельзя и сейчас мы это сделаем будет гиперинфляция уже денег очень много тогда и возникла идея сделать такой обмен денег обмен но конфискацион и смотрите есть обмены просто когда меня это не на другие помните в россии меняли по моему в 1994 и 93 вот там нолики отбросы вот это нормально в украине даже когда купоны меняли на гривну то же самое там только но твои купоны 1 гривна без проблем ну да нолик откинули все это не конфет без конфискации но тогда сделать конфискации можно было менять но первых только часть а сделать еще такую хитрость нельзя было то есть грубо говоря старые деньги ты получил а новые уже тебе платят по новому а цели сразу 10 раз подняли лихо и тогда да действительно это помогло в 10 раз подняли цены представляете в результате получилось как ну да тут денег тут раз о да да так это будет нет то диск но это было как бы мера для того чтобы как-то спать но хотя красиво и ставить по нам каждый год снижал цены там ну пойти в детстве раз подняли а он цель снимал снижал там на 10 процентов и вот практически то же самое и жучет россии что сейчас грубо говоря денег ну учим он печально но я конечно далек от мысли что будет как конфискационная обмен денег те чертеж знает наши жизни но опять же скажут что это благо знаете как сталин объяснял для чего нужно помедить уже не догадайтесь по многочисленным просьбам трудящихся очень значит трудящиеся просили чтобы на деньгах были запечатлены лучшие так сказать моменты советской жизни что вот и не хватает не берут деньги там нет победы советского народа нет это не хотят это видеть люди не молитв не они хотели свежий дизайн свежий взгляд поменяли по этой причине ну что вам скажу украина нормально россия падает и у нас тоже есть проблема спорить не но смотрите вот в этом году действительно миссии не было не было не мне прошло было не спорю об этом но не было сколько там бы не бегали не рассказывали вот в украине миссию покажь вот покажь по табличке я вот так чё ты тронтишь чё тронтишь то а в россии дай миссии причем нового на действительно на сайте центробанка российской федерации она есть и даже в этом прогнозе не показали то есть там вообще предполагается что ну давайте так не буду вас умными словами грузить хорошо количество денег стране 2024 25 26 в россии в россии каждый год будет расти приблизительно 40 60 процентов я говорю не буду грузить умными словами договорились вот выше правильно путь вообще разумно 10 10 может цель не критично а 40 60 это очень но я так понимаю что даже когда не считали они исходили с точки зрения что а что же армии как как вот такая ситуация наши прогнозы у нас тоже есть прогноз украины там конечно очень оптимистично спорить не буду но в этом году вы миссии него следующему году там планирует как большом могут но так тоже наши там 10 12 процентов а дальше а дальше посмотрим хотя сразу же что прогнозы пересматривать так что имейте это ввиду что прогноз сделали то высказать а то раз и еще хуже ситуация а украине а там или наоборот украине хуже в россии вот так что вот так вот а вы говорите все благодарю за внимание и до сегодня витая вас ну если смотрите мой канал значит что это зацикавило тому я пропоную вам стать спонсором моего канала заходите на титульную стринку моего канала тисните кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров дешевше не бывает и клуб экономичной мудрости дешевше не бывает это первое за все для тех спонсоров которые хотят поделитесь премьерный показ эксклюзивного видео поспілкуватись позадавайте запитания под час стрима и отримать ответы клуб экономичной мудрости ну это уже так что вы хотите займитесь бизнесом и не разрешите инвестировать гроши не лише в украине а и за кордоном и как это сделать правильно что був прибуток ну и податки правильно сплатить ну и самое основное клуб экономичной мудрости это про экономику но настолько простыми словами что даже если вы не экономисты разумеете так что ставайте спонсором не пожаркуйте